и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть в арксер валуал все так же с модом гая и мертвых тайминг и так далее все в описании и сразу же начнем с того что же было последней серии последней серии было а точнее была серия стрим было строительство строительство ну такое себе и для серии она так себе а вот для стрима вполне себе неплохо также во время стримов мы много узнать во время стрима мы много узнали что я сегодня вам покажу в серии для тех кому было лень смотреть стрим что именно узнаем попозже и конечно же все три совета так далее на стриму даются намного гораздо легче быстрее что довольно таки себе неплохо поэтому я решил в шопу уже по всякое отомление и так далее то есть весь конструктив на стримах вот в топку реально а будем заниматься на сериях на стримах строительством а на сериях уже будем собственно этим всем конструктивом и заниматься такие вот народ пироги так это немножко цветовая яркого чтобы немножечко и вас не хребить и самому не мучиться это во первых то есть на стримах будем заниматься строительством а на сериях давайте уже заниматься конструктивом там там влияние было власть и дела короче это во-первых во вторых реально было желание просто забить стрима на лопаком получился фигня хотел забить думаю нет нет давай короче сезон закончим а там уже будет видно но не все так просто решил немножечко поэкспериментировать что ли авось получится также очень бомбанул с комментариев к человеку же сразу забанил вот типа дерьмо картинка купить нормальную видеокарту и я сразу забанил мне насрачен до этого писала на этого как от кого чувак есть хочешь чтобы было у меня лично картинка хорошая купить задавать деньги я куплю видеокарту окей не проблема лично я свои деньги тратить не хочу потому что моих видео просмотров по сотня не вижу смысла заморачиваться хочешь сказать окей не буду смотреть дароди бога у меня не смотрят у меня подписчиков 4 300 смотрят от силы сотня и нормас такие вот дела все на стримах будем устраивать болтологию строительство а на сериях будем делать конструктив что собственно сейчас и будем делать айфу прогрузка картинки собственно как вы все прекрасно знаете у нас есть два вида солов dreadful и divine логично с dreadful of dreadful soul divine of divine soul кстати я поменял музычку и напиши в комментариях такая музычка лучше или нет ну она как-то более расслабляющий это во первых а во вторых поставь лайк ты чё борзел что ли две-три минуты уже идет ведет и человек не поставил шучу конечно про борзел но лайк нет надо ставить так вот короче dreadful и и divine тут все логично но если в допустим его демоник дина то с них падает dreadful of sky soul а если убивать heavenly то с них падает divine soul собственно к чему мы и сейчас будем обращаться какой-то яркий heavenly дина а точнее давайте обратим сначала к википедии как вы все прекрасно знаете википедии это говно полная а вот сайт тем более сайт разработчиков это всегда хорошая штука яндекс переводчик пишет чечевинли ладно в общем суть то дело в чем все небесные хайвали собственно небесные и переводится существа имеют эти повышенные свойства болит на боже имеет повышенные свойства плюс 40 скорость передвижения что уже лучше девайновских 4x здоровья что вообще огонь 4x дамаг ватафак блин ладно может прыгать что логично требует производительское седло 4x урожай ого просто огонь все настраивается с помощью и конфиг то есть можно в конфигах это все изменить можно приручать не воспринимать божественным и окнанному бафу неплохо ну а теперь какие у нас бывают мегатерий мамонт медведь носорог топижара дельфин бэру барионикс грифон конь ты понимаешь как это звучит небесный конь ну хотя пегас если чё девайновский звучит куда надо лучше ладно величие ой да ладно кентра блин огонь пара сернул и жил неплохо ли он не скажу даже маршоп и классный яндекс переводчики тебя люблю google переводчик стать еще хуже переводе так что уж поверьте мне вот и гонодон нормальный перевод и про чё-то браком прокоптодон а слушай как даже не изморачивался как он я усердно пронтодоном за от проком кенгуру и кстати ковчег гая как переводе там вообще просто ковчег гая звучит я понимаю кстати у меня так сезон называется оказывается ковчег гая не забудь бы следующей серии так рассказать это ковчег гая ну ладно как вы видите я немножечко решил проапгрейдить в кавычках свои видео и немножечко делать вставки с браузера что вполне себе неплохо даже вам так удобнее и вы немножечко приобщайтесь тому что я показываю ну а теперь собственно узнав то кто же все-таки у нас есть будем искать какого-нибудь хэмерли кстати измени не только музыка не только идея но и я сделал 3x рейта да ну все в жопу ну и богу да и не спорю 1x рейты классно играть методично все дела но когда-то записываешь серию и тратишь полчаса на отомление и из-за этого кстати была серия унылая с приручение машеньки это короче такое себе говно кстати кто не смотрел стрим я притомил себе лампа долго 145 блин но сажал мясо я упритомил притомил или это было в серии не в серии не было это был на стриме 55 птер потом 145 птер дивайновские 135 мужика притомил мужика слил божика притомил все молодец я молодец все нормально таком был зеленый по красным кстати а теперь давайте расскажу что было на стриме вкратце о том кто же все-таки что добывает лучше точнее кто лучше добывает металл анкила или диди курс как вы думаете кто лучше ну а пока у тебя есть 5 секунд на то чтобы написать в комментариях кто из них лучше анкила или диди курс ну и если ты уже написал свой ответ в комментариях то смотри к примеру вот у нас металлическая руда вызываем анкилу где шти поставим и взяла точно анкил уже у меня девушка вызываем анкилу и добываем руду 50 металла но допустим давай вторую 61 металл ну и давай уж третью только простую это уж у нас простая простая еще 56 3 руды отправил анкилу на базу и давай вызовем или курсом те же самые руды 1 руда камень два руда камень внутри эти руда я думаю тоже будет камень поэтому как бы смысла нету ну давай для чистоты эксперимента природа камень и казалось бы о чем будет речь такой черт побери металл но на карте вулкан и на других картах где имеется орудие забираться есть вот такая вот штука элементная руда и давайте добудем ее допустим анкил три удара и говорится 8 дорог раз 13 металла два руда просто три удара будет 53 все вполне нормально добывает металл анкила окей а теперь берегу раз хороший раз удар 59 2 удар 68 и 3 удара 136 но как бы здесь у нас был изначально 195 и до гиде курс добывает сраный металл так как до этого анкилка добывал три дополнительные руды кстати что там не то постоянно долбишь ты стоишь около камень ты постоянных долбишь на нейтралке вроде стоит какой-то агрессивный он вообще просто 220 но у нас было три руды металлических добытым поэтому давай сделаем немножко по-другому для чистоты эксперимента раз у нас все-таки идет анкил добывает металл лучше с руды то мы будем соответственно и делать именно то есть металлические то соответственно будем проверять именно так раз руда два руда и давай даже усложним немножко работу для дяди курса желтого сразу добываешься отлично природа и мы получаем 243 вполне себе неплохо округли на 250 потому что плюс-минус туда-сюда она может спокойно варьироваться поэтому идти домой и где рекрус металла нету раз два он не добил 3 все вполне неплохо то же самое и казалось бы а в чем прикол но смотрите сколько здесь камешков руды еще как безумец начинает почему-то их добывать пытаться и сколько металлической руды может заспавнится здесь то есть пока бери курс там стоит себе спокойно он все это дело может почему-то добывать при всем при этом вы видите что пруда ломала вот ломается но давай отойдем немножечко подальше и она по идее должна заспавниться а кстати не факт что спориться нам будет рекурс наверно отгонять о а есть я покучить на блуждание еще а а где действия вот мнение не за что вот все пошел безумец добывать металл на мне молодец самое главное он спокойно добывает его и без лишних заморочек кстати а там еще чего-нибудь из такого местечка нападали есть я сюда встану я поджарюсь нет я просто проверю чтобы это модели курс здесь не поджарился а вот туда то это что поджались по ходу делать там что-то плавает текет сколько добыл молодец вполне себе неплохо но только блуждание дело такое себе по-пустому говоря профит от дели курса намного больше потому что на таких вот локациях примеру как вулкан на карте вулкан вы можете встать на место и не двигаясь бывать 2 и может раза больше металла при всем при этом анкилкой вам до добычу них одинаково то есть разрушаешь камень и получает все как надо но анкилкой нужно бегать по территории по огроменной а с ее скоростью это ну такое себе когда здесь ты можешь бывать себе спокойно без лишних заморочек болен телепортировался и руда по нового заспавнилась ладно а суть то в чем вы скажете да типа день курс добывает металл хорошо но металл весь это обычный вес и он дальше не двигается с одной стороны вы право а с другой стороны опять таки же мне подсказали на стриме есть клуб который заставляет эти курсы двигаться при всем при этом ну тихо 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 а ну какая разница при этом я его могу телепортировать на базу разгрузить с помощью с плюсом и соответственно без каких-либо сморочек а подожди я тебя был задний выключил без каких-либо сморочек я могу тебя спокойно дальше эксплуатировать стой 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 вот видите металл у него и казалось бы вы спросите об чем тут хэминли я же собиралась хэминли томить у них сбор 4x и вот представьте если вы при томите дедику хэминли деликуруса со сбором 4x как часто вы будете лутать металл а еще кстати я играю сбор ресурсов 1x у меня только опыт 3x играю на локалке опыт 3x и сейчас я установил томление 3x так часто вы будете лутать ресурсы металл вот столько странного тима металла я добыл просто может так сказать с одного места так что задумайтесь об этом мы перейдем уже к самим там небесным динозавром мини ток ну и если затрагивать уже самих непосредственно небесных динозавров то давайте подумаем кого же лучше притомить кто же мне будет нужнее подводный гену в целом неплохо и города он москопск это все конечно классно пара сера возможно есть этот седло платформа замечательно но все таки я думаю что лучше всего томить грифона почему грифона но с грифона можно по мелке раскидывать да и в целом томить тогда будет удобнее а пиржа либо грифон во первых ритуны во вторых вполне такие мощные мегатери мишка конечно это класс но к ним потом и мегатери неплохо добывает хитин да он он классный поэтому где искать нам грифонов это такой вопрос очень крайне хороший и с одной стороны где искать а с другой стороны у меня есть дина трекер и он хоть и малым радиусе но он показывает хоть каких-то девонь стека сотового хоть каких-то дина он до показывает поэтому в целом вполне неплохо кстати надо будет к этому цветку поставить телепорт ушает все разобрал или нет а нет еще не разобрал вот в целом такая вот задумка именно вот такими ячейками делать этим загончики вполне неплохо по крайней мере как-то более цивильно выглядит а самое главное красиво ровно и аккуратно но там будет видно короче что так и на где закончик-то в целом маленький надо делать побольше все-таки я же не собираюсь томить одних тушканчиков грифонов я видел вроде бы около красного и осушил где грифонов я еще мог быть блин я так часто цветная по карте что на вулкане видел точно погнали туда вот а факт прикинь ну луками фенексус уйтс были а где он уже понять и могу план показывает ага смешно вот мой телепорт стоит где там внизу и на честно или вверху мне стало а факт тяжело глазам не внизу короче фиг его знает бог с ним я где тут грифонов видел и это уже факт так что надо тут их и искать например в этом районе а кстати вот примеру один грифончик он летает а ты у нас кто вообще что 30 прикольно мать твою за ногу ваш сколько тут прикольно я не ошибся с так мы будем это было вообще-то очень страшно древ 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 узким деморфадон ну не козел ли а вот 20 когда его завалить и вот второе место где они спарятся все-таки около красного какие думал давай посмотрим кто у нас тут летает вот не только грифоны но еще и аргентальность много вот этот возможно видишь быстренький летает такой и синенький да вот грифон только на двадцатого левла но это такой себе так скажешь поищем побольше полу уж есть их не найдем ну да вариант что ли есть а мне надо классное место я просто собираю жемчуг не заныриваю воду место просто огонь у заметка сейчас на перчик и взять я кстати мелкого птера качаем чисто только на скорость а большого качаю на урон но те кто на стриме был те знают а те кто не был я вам рассказываю классное место на 100 телепорт поставить как подписать халявный жемчуг он смотрите как глубоко а его собираю ручками 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 а так как у меня очень хороший спавн уже там все со спавнилась кстати а там я могу лутать ручками о и тут достаю ну-ка самый глубокий который достану не я не досану как таковое можно и задарнуть учитывая что есть вы на но и всякую потому что спальню класс отлично отличное место мне но явно нравится вово 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 там другая заметка еще есть прикол он или показалось мне они вот на заметка ху-ху-ху так rex бегает 114 вполне неплохой тоже можно бы притомить но понятно дело это я уже буду делать за кадром этим будет время жаль стая рапторов там а я начинающийся сдохло но мы ищем грифоном ой тут у меня прям лагает жуть карта почему-то не хочет поближаться по-нормальному и все и на меня там напала летучая мышь вырвала на погруженную территорию а еще долго пробужаться год вылетучая мышь вы все прекрасно знаете и это тварь которых я ненавижу так вот снег дропаются киблы и и убиваешь и с нее дропаются кибла перетомить ее нельзя но вполне неплохой кандидат на убивание больших количествах вот даже реки было класс и циркула ты должен это же для рекса вроде бы да неплохо смотрите как по-тупому себя ведет дредфилловский рекс он может подойти он может не подойти он может сагриться даже покричать попытаться а потом отагрится вот так ведет себя дредфилловский рекс вот опять сагрился такой типа хоп он бежит у вас сейчас на зашил напасть на меня но это не всегда так канает ну я горю класс но как бы это для меня эта фигня я знал что один туда дорогу я вынесу без страны территории на не прогружается на мне бесит и лагает жутко 10 fps я шатал тебя я знаю за чего лагает безбожно смотрите сейчас по правой стороне и дали сколько там дина они все находятся в пещере это страна эти моры и так далее и так далее и так далее надо короче с этим делом что-то решать у меня так один из сезонов изогнулся когда я в нем мог в пещеру даже по-нормальному зайти отчет придумывать знаете как это решить спавн огромного количества животных пещерах на локалке пишите в комментариях честно очень сложно всем господи 140 грифон хотя я заметил такую тенденцию где аргентавис надо искать грифонов на вулкане по крайне мере я вот сейчас там увидел аргентавис сюда подметил только о это да да мне говорили что насти говорила что грифона есть 140 вот но я не знал где он мне пытался объяснить и я как дебил даже не пользу 12000 по чхп я хочу 46 дней а в специальном холодильнике но вы поняли где надо хранить все это дело только стрелы там не хранятся фигово так теперь вот чудо мне надо потомить как вариант может быть агрессор но давай проверим это кто там guard прикольно кстати не в шапочках мне казалось что не без шапочек так ты агрессор или нет отлично агрессор беги 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 и посмотри какой красавец просто огонь неплохо только не водородовский терр решил напасть он на него плену тот помер блин а грифон ты не могу не только заметь короче с ним какая-то проблема он не хочет идут подбирать агрессор только на разных динах и все волшебно дракона случайно не согрался вот будет обидно обидно про вообще будет обидно не уверен что проканает но по крайней мере попробовать можно и даже нужно я не уверен что проканает но это хоть что-то хоть какой-то вариант потому что мне его надо загнать и заставить жрать так за ноги так поешь мать честно 500 как очкова но как он совсем тут расправляется это просто кобздуз и слушай не убивай пока дай ловушку тебя загнать опс 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 на тебя сожрение лучше оу 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 и че делать ой твою мать а он он пытался залететь но не залетел что-то короче пошло не так тихо на то есть не на стрелы он реагирует лучше то есть я выкинул только об задумался первый раз сейчас просто он согрался на дедику руса огонь я опять попал под раздачу у меня в домике эй слышь я чё-то не рассчитывал на то что у меня боже домики он факт от через тену меня так убил жестко через окно лапу протону козел x 2 вооружился короче стелс шмотками специально даже со я так быстро бегу что не понял или меня так залагала сейчас вот и посмотрим блин да и реально так быстро бегу его просто с моей той скоростью передвижения только еще и быстро бы бегать надо быть аккуратнее но по крайней мере теперь то я точно грифона свалю новое место грифон буду пробовать все-таки томить его сроки ну в смысле кидать все непосредственно ему живет 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 он меня увидел это понятно дело начинает него могу драпнуть и легкого еще первый театр какой я должен резкий шустрый мерзкий так стоять стоять бежать бросать слышно поток пошел в очко 2 кончены они любят это мясо блюдки я уже одного притомил хватит я нафиг а мне он не называется птера прикольно тамела называется птера притомил в итоге лампа долга притомил ну давай смотреть что в итоге у меня с этого выйдет один раз получилось покормить отлично сейчас покажу как грифончик летает тебе спокойно ты находишься положение лежа подползаешь желательно в стелс-шмотках чтоб тебя видно не было потому что вот так он может задраться и все беда выкидываю шкафку и станут уже отползаешь обратно чем дальше м соответственно лучше садится и хавает но только видите я застрял об камень поэтому ничего не захавал кстати да 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 все фундаменты чай заборчики убирать гадость вот такая вот беда бывает ну а кстати он захавал класс ну и давай проверим обычный маскировочный костюм проканает или нет и вот смотрю вы это хорошо обычно могут ли или нет проверим ой 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 сразу же как где появился точнее где он-то лазит вот место скидываем и отползаем успею не успею а он работает намного круче ты смотри-ка на этом расстояние на меня уже огрался вовсю а тут норма слушал обычно маскировочный лучше чем стелсовский из мода классно осталось еще одна кормежка опять-таки же у меня 3x там линия это практически как на короче полтора x на официалках ну точнее на 100 к твоих там линия настолько все боится вот если я не ошибаюсь так вот когда ивент на полтора x то потом и примеру то же самое то есть как видите он очень быстро томится и для меня как для съемщика видео для того кто снимает видео съемщик видео кого-то видео я тебя снимаю как вот были надо еще одну и я смогу комит кормить сути класс и и ну да вот огонь я могу его теперь наконец огладить точнее ее глаз и соответственно не только гладить но и кормить с руки они пока еще не могу кормить с руки но опять таки вспоминаем значок еды появляется значит нужно бросать еду и куда полетит стучно далеко от не улетай теперь так мы друганыш с тобой а у факт гики на дом не надо кого не лететь и что с тобой и пытаешься приземлиться какие погоди погоди нет не беги на ли боли ну ладно подожду пока завалит всех о погоди-ка я спиры хавку сбросил вот этого не сбрасывал неужто что-то сделали так что можно было сбрасывать по крайне мере сейчас сбросил и все просто огонь вот хавка далеко и поэтому он не видит ее но я могу и подбежать параптера за собой позвать стой не торопись на подкрепить ты устал а и одиноко подкрепить не спеши и вот теперь могу с руки кормить отлично ну вот и притомим полетели мой грифончик интересно когда она взлетит меня скинет или нет но на некоторых дина можно так сверху кататься даже на диких и соответственно мне нужно будет искать их и так далее чтобы покормить очень удобно и грифон не исключение как видите я стою специально встал именно в этом месте что в надежде когда будет взлетать меня не сбросить но как видите очень даже крайне удобно и когда маленькие рейты можно просто поставил кликать постоянно на буковку я и все без каких-либо проблем у вас будет все это дело срабатывать как видите и мне не надо бегать ни за кем я здесь и нахожусь у глаз на какие говорил я все-таки взлечу отлично мне повезло без каких-либо проблем о вово 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 тихо 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 ну куда же ты летишь не спеши хисту у нас проблему у нее сейчас такая стадия когда она хочет дать подарок и эта проблема потому что я здесь не могу дать подарок вот еще и получить подарок болен это проблема но мы вроде бы опускаемся на землю таскать с собой парашюты реально поможет выжить все-таки очень крайне выгодную позицию я выбрал как видите без каких-либо проблем я здесь могу находиться а теперь сесть управлять и полетели да все вполне здорово такие вот народ дела ладно ну слышь хорош 1 полетели короче отсюда а лучше полетели на базу ну а на что способна это чудо мы посмотрим пожалуй в следующей серии потому что время уже подходит к концу на этом я уже сам буду прощаться как говорит всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на колокольчиком дерутный нашим делиться моим или своему друзьям на то все все удачи всем пока всем счастливой добра всем пока